Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга первая. Пролог. Голубые глаза с круглыми зрачками вглядывались в две желтые звезды. Вместо зрачков — острые веретена. Человек и дракон смотрели друг на друга. Существо, прожившее многие миллионы лет, последнее из которых томилось в своей вечной гробнице, не в силах пошевелить ни хвостом, ни единым когтем, оно вглядывалось в вечную пустоту своей души. Человек, проживший в темнице собственного тела одну жизнь и продолжающий существовать в такой же и вторую. Прекрасный дракон, чью красоту воспели в тысяче и одной песне. Легендарный покоритель небес и хозяин звездного света был низвержен, словно простой смертный. Омерзительные внешности юноша. Руки, вывернутые под неестественными углами. С трубьями покрытая кожа. Изуродованное шрамами лицо. Почти белый, лысый скальп и гноящиеся волдыри. Вместо ног – деревянные культи. Один из гениальнейших мастеров своего времени, достигший вершин развития боевых искусств его страны. Некогда талантливый принц, чье тело сделали неспособным даже бегать, не то что заниматься искусством. В темной пещере, среди древних цепей, запечатанных энергией столь плотной, что ее можно было даже пощупать, они лежали друг перед другом. Букашка и монстр, размером с небольшую гору. Свела ли их судьба, случай или нелепое совпадение, никто не знал. Дракон от скуки собирался сожрать этого омерзительного смертного, но внезапно заметил взгляд. Взгляд синих, небесно-лазурных глаз. Несмотря ни на что, в них не было ни отчаяния, ни сожаления, ни страха, ни единой червоточины. Гнилым было лишь тело, взгляд же оставался ясным и свирепым. Сверепым настолько, что, будь он материальным, смог бы расколоть небеса и обрушить их на землю. «Как тебя зовут, Букашка?» «Хаджар-Дюран, а тебя, морда чешуйчатая». Дракон собирался было растворить наглеца в своей силе, но вдруг засмеялся, и от смеха его дрожали тысячелетние цепи, и трещинами расходился камень в темнице. «Травис, мое имя!» Они смотрели друг на друга. Узник неприступной темницы и пленник собственного тела и судьбы. Травис знал, что даже не будучи скованным цепями, ни один смертный не сможет выбраться отсюда. Загадкой для него оставалось, как этот муравей в принципе сумел забраться сюда. Некто Хаджар не смог бы привезти к нему помощь, не смог бы доставить весть в мир о том, что великий Травис еще жив. Теперь они были заперты здесь вдвоем, навечно, ну или до тех пор, пока смертный не помрет от голода. Значит, месть Трависа никогда не свершится. Хаджар не понимал, как ему так повезло, что он не только не утонул в подводном течении, не разбил голову на бесконечных порогах, не расшибся насмерть в водопаде и не попал под стрелы лучников. Как он вообще сбежал из города на своих самодельных протезах. И все же один лишь взгляд на водоворот, который выплюнул его в этот подводный грот, и становилось понятно. Он умрет здесь от голода. Значит, месть Хаджара-Дюрана никогда не свершится. Дракон видел все столь же свирепый взгляд Букашки. Тот не дрогнул, не растратил своей ярости, даже осознав факт полной безысходности. Я прожил длинную жизнь, Хаджар-Дюран. Я видел, как строились империи. Видел, как рушились вечные города. Я сражался с гениями и повергал бессмертных. Я создал техники столь сложные, что многие адепты до сих пор ломают над ними головы. И все же, Хаджар-Дюран, я остался лишь небольшим пятном в мире боевых искусств. Небольшим пятном, мысленно хмыкнул Хаджар и вызвал одну из немногих функций, на которую осталась способна его нейросеть. Имя. Травис. Уровень развития. Неизвестно. Сила. Неизвестно. Ловкость. Неизвестно. Телосложение. Неизвестно. Очки энергии. Неизвестно. Если так выглядело небольшое пятно, то кем были тогда все предыдущие встреченные им адепты? Кем тогда был он сам? Микробом? Пылью? Воспоминанием? Я прожил две жизни. Если бы у Дюрана были силы, он бы скорчил самодовольную хмылку. Так что и считай, что я круче. Все, что у него осталось, глупые шутки и бравада. Да чего уж там. Это все, что у него когда-либо в принципе было. Шутки, бравада и несгибаемая воля. Хаджар Дюран, заключишь ли ты со мной сделку, в результате которой, скорее всего, умрешь смертью столь страшной, что дети, слушая о тебе рассказы, будут от страха терять сознание. А ты доверишь свою сделку мне, потому что в результате над тобой, скорее всего, будут смеяться даже идиоты. Дракон засмеялся. Сегодня был хороший день для его смерти и начала его мести. Наконец-то! Подползи под мой коготь, букашка. Хаджар не стал спорить. Захоти эта тварь, она бы его уже расщепила на атомы одним своим желанием. Так что Дюран, сцепив зубы, пополз. Струпья и волдыри, терзаемые каменным полом, причиняли невыносимые страдания. Но он полз. Стальной коготь размером с ветряную мельницу напоминал собой гильотину. Но он все равно полз. К своей смерти. К своей мести. Десять метров стали для него личной зеленой милией. Травис с видимым усилием приподнял коготь. Немного. Лишь на самую для дракона малость. Но достаточно, чтобы букашка смогла под него заползти. Ты готов, Хаджар Дюран? Давай, морда. Приступай. К чему бы ты там ни приступил. И пещеру затопили крик человека и рев дракона. Сообщение пользователю. Несанкционированные изменения физической структуры носителя. Замена одного из центральных органов. Старое сердце Хаджара, пережившее столь много боли и отчаяния, тонуло в водовороте. В его же груди теперь билось сердце дракона, созданное Трависом из капли его крови и всей воли, что он смог найти в себе. Умирал дракон и перерождался человек. Рушились вековые цепи, падала древняя темница, и потоки воды, обволакивая извивающиеся в агонии тело, понесли его в сторону мерцающего над поверхностью солнца. Но как же так случилось, что человек с нейросетью оказался перед глазами дракона и получил его сердце?